гостиница европа в трусковце номер который мы сняли как это помещение называется не чердачная мансарда марсанда мансарда я называю это чердаком да в общем-то по барабану но сразу впечатление когда в общем-то ехал и на фотографии видел одно ну как то впечатление когда рассчитываешь на одно приезжаешь другое ну переспал ночь то нормально уже вот такое окно и вот такой вот вид на горы на гор нету а так вот поэтому тут просто нужно иметь ввиду что уточнять перед тем как если видите на картинке одно снимаете бронируете приезжайте другое то чтоб сильного разочарования не было холодильник есть вентиляторы кстати вентилятор есть и кондиционер то есть можете выбор большой или кондиционером пользоваться вот или же вентилятором но сам по себе номер вот как то я не знаю прийти переспать телевизор в принципе все все беленькая кстати некоторые отзывы когда читала покрывала я бы на их месте конечно белые не стелила потому что приходишь и валяешься на покрывали получается белое конечно понимают а так постель читала некоторые шуфу там такая постели там я ничего не могу сказать все чистое все беленькое это уже мой ночь конечно переспали а комка ну в принципе я посмотрела не сильно матрас так чуть проваленный матрас просто уже просто уже и кроватные тумбочки все имеется просто розетки вот доступ до розеток конечно нужно подвигать если хотите здесь подключаться и заряжать тут не продумано так мебель целая стол журнальный хорошо кто с компьютером с ноутбуком стол стоял там под этим это я уже перенес сижу на кровати работает телевизор обычный ну то есть видите стул один такой один такой то что было то и поставили светильнички по кругу такие вот светят светодиодные шкаф немного видно что можно устранить конечно но как бы смотрю замечаю что в данном отеле мужской руки не хватает женщины понятно что это делать не будут женщины отвечают за что за пыль за пыль который вроде бы так здесь нету потому что основные это точки пробегаются туда лезть не буду наверх ванна туалет значит что что заметил выходишь из душа вытираться негде при закрытых дверях надо или же выбегать голым здесь вытираться вот здесь или же стоять вытираться напротив унитаза на коврике потому что нет места но это да это как бы не проблема это смотря с чем сравнивать так горячая вода понятно что уже не так фурнитура видно что краны более дешевые такие но чисто но не натерто до блеска чтобы нравилось давление воды хорошая напор напор отличный то что нету мужской руки то я говорил не справляются канализация скорее всего сифоны давно не чищены или же может проблема там дальше потому что вот набирается не успевает стекать ну и также тут когда купаешься стоишь вот даже видно набирается полный глоток вода не у них не успевает нечищенная канализация не хватает мужской руки видно вот это все мыло шампунь использовал пакет есть это моё это тоже моё кстати очень удобно включается чистое кстати полотенце тоже читала там отзывы то что так некоторые были недовольны вот белая чистая так само банные полотенца то есть все отлично не знаю с этим вопросом вообще не было я же говорю мы не проверяем как ревизоры мы так для себя как для людей хорошо что есть вентилятор потому что стоит какой-то запах здесь или же от канализации не знаю или же от коврика я не пойму при закрывать при закрытой двери заходишь сразу концентрация запах какой-то имеется прелости какой-то непонятно поэтому вентилятор хорошо и просто продумано сделаны отверстия двери тоже продумано затягивает вентилятор при закрытой двери воздух приточная вентиляция имеется тут вот можно вещи складывать ящички ну такая недопотопная мебель мебель нормальная немного стены грязные видно кто-то беляши ел и одновременно лежал лежал или дети скорее всего может прыгали жирными руками вот опять же подтверждение того что мужской руки не хватает никому прикрутить вот эту трубу видно опять же дети дети ногами встают здесь тренируются прыгают ну опять же мужчина был бы то можно было бы это все прикрутить а так или есть мужчина может не не по этим делам специалист немного по другим окно открывается проветрить можно запаха нет от мусорки опять же вид вот такой вот вид запаха нет так вид такой вот такой вид если смотреть туда можно кусочек города увидеть в основном здесь целая сеть гостиниц и кусочек двора въездные ворота большой радиатор отопителя я так понимаю что топится зимой должно быть по идее здесь тепло чайник такой тоже простенький но есть кружки были два стакана две кружки ложек нету не было ложек поэтому пришлось одноразовые купить деревянную купили на сувенирном рынке ну а так розеток хватает но все равно если будете рассчитывать на зарядку гаджетов берите с собой удлинитель такой вот а фер есть кстати тоже в этом нормальный рабочий я сушилась два выхода черная лестница и парадная почему сняли тот номер что говорила что все уже заняты да проблема найти было пойти посидеть балкончик а а а а а а а и а а и Разница в сколько? В 300 гривен? Нет, в 250. Так смотри, тут и джакузи есть. Ну, ты ж не захотел вчера пойти посмотреть? Ну, можно переплатить сегодня и пожить тут. Можно спросить. Джакузи, пожалуйста. Кнопочки, как ты любишь. Чего это не пошло? Вчера я бы тут сидела, хоть какие. Блин, сейчас пойду спрашивать. Дальше. Большое зеркало. Главное, есть... Что это? Можнарядом. Женский унитаз, мужской. Можнарядом были, блин. Тут, конечно, получилось. Вентилятор, вылез, вытираешься. Свободная ванна, да. Фен. Конечно, по-шикарному. Так там еще есть? Да тут вообще... Это президентский. Подожди, да. Обалдеть, тут еще есть... Блин, я сюда хочу. Смотри, цель. Приезжать... Тартыш, что? Это президент. Сюда встречи назначать. Обалдеть. Видно. Никого много. Можно даже самому еще будет. Пожалуйста. Видно город. Наскидная сетка. Там хавал должен стоять. Все есть. И вид тут получится. Что ты вчера говорила? Пошел сам. Идем переселяться. Пускай пересчитывают нам. Просто вчера с дороги как-то нет. Главное, что я фотографию видел вот этого. Я думаю, сейчас приезжаю и чувствую себя... Здесь вот еще балкон. Олига... Олигатором. Олигаршом. Тут вид это получается. Тут что? Вон. Тот же. Вот там. Ну там же ж вид. Это ж не чердак. Ну да. Блин. Всего лишь на чуть-чуть далеко. И не живешь как Карлсон на чердаке. А чувствуешь себя нормально. Надо в жизни все. В принципе. Пожил как Карлсон. Потом пробуешь себя как. Все, идем. Давай быстрее. Погнали. Пока не сняли. Пока Порошенко не приехал сюда. Тут еще два туалета. В его номер. Два туалета. Есть отдельный. Ничего себе, ребята. Вообще круто. На носик включил. Центральный вход в гостиницу. Можешь меня фотографировать. Калитка. С электрозамком. И с доступом. Территория. Небольшая проблема данных гостиниц. Что они имеют небольшие территории. То есть парковки ограничены. Есть много гостиниц, где парковок вообще нет. Автомобили ночуют на улице. На западной Украине говорят, что с этим как бы проблема не такая большая. С угоном, с разбором автомобилей. Со снятием колес на улице. То люди паркуют на улице без всяких проблем. Дворик такой. Само здание. Погода здесь классная. С утра прохладно. Вечером тоже прохладно. Днем до 26-24 градусов. Но это пока. Жары такой страшной нет. И тут запасной вход. Выезд на парковку. На задний двор. Можно сказать. Опять же огорожено забором. Стоят камеры по периметру. Видеонаблюдение. Въезд. Здесь тоже такая. Типа беседочки. Уютная. Столик стоит. Зонтик. Здесь вообще классно. Прохладненько. Прямо мурашки по коже пошли. Центральная улица. Вон сразу. Гостиница находится в самом центре Трусковца. Две минуты до АТБ. Две минуты до бюветов. Там с лечебной водой. То есть все рядом. Давай я пока перезвоню. Ага. Ушел. Идем. Здравствуйте. А тут кушать можно? Можно. Проседай. 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 Красиво, чистенько. Как? Добрый день. Добрый ранок. С творогом. А я омлет. С колбаской? Да. Я заказала себе блинчики. Творог. А я что заказал? Омлет. С колбаской. Ты забыл? Это все входит в стоимость? Да. Завтра? Да. Да. Суп с фрикадей. Ты сейчас расскажешь? Это 75? Да. Ну, свареники есть. Скарпотные. Да. Да. Треба заказать? Да. Чи можно прийти, надумали, пришли? Они все готовы есть, но нужно будет ждать 15 минут. Пока сварится. Новый момент. А сколько они получаются? 200 грамм, порция 25 грамм. У нас так, примерно. У тебя ключ. Нажимай на кнопку. Как дома замок у нас. Забыл. Это сюда надо с ключиком заходить. По ценам расскажи людям, номера какие, сколько? Сколько предыдущий номер стоит? 750. Кстати, это если заказывать через вот тот дебильный сайт. Это с питанием. Это с завтраком. Если будете заказывать через посредников сайты, которые бронируют номера. Там на 10% дороже. На 10% дороже. Если так приедете, то сколько? Ну, на 10% меньше. Нам всю сумму сразу посчитали. А таким 10%? 75. Второй номер вот этот. Сколько? 1000. Это входит что? Завтрак. Завтрак входит. Угу. Ну тут же получше. Хорошо. Ну и вот центр. Цены озвучивались в гривнах, поэтому пересчитывайте там по курсу. Вводите в Google калькуляторе. Потому что, смотрю, здесь и белорусские номера видел, и машины с российскими номерами видел. Люди приезжают сюда. Поэтому, кого заинтересовало. Ну да, в основном это лечебный курорт. Перебрались мы уже сюда. Номер 7. Кстати, имеется сейф. Ну, это совсем другого уровня номер. Опять же, два санузла. То, что вы уже бегло видели. Два кондея рабочих. Вот. Пожалуйста. В спальне кондиционер. На зал кондиционер. Что немаловажно. Чувствуешь себя нормально человеком. Что ты еще заметила? Два телевизора. Если кто-то что-то разное любит смотреть там. В спальне телевизора. Два туалета. Это тоже немаловажно. Спальня, вот, посмотрите. Да. Шкафы? Не знаю, как кровать. Ну, я думаю, нормально. Шкафы какие вот. Мы столько и вещей не знали. Ну, совсем другой. Совсем другой уровень. Розетки. О, тут кстати матрас получше. Тут получше матрас. Ну да. Там пружины как-то. Ну, все классно. Нюансы, конечно, есть, на которые, может, кто и будет обращать внимание. Ну, я думаю, за такие деньги, в принципе. Просто я поражаюсь, почему такая... Два халата есть здесь. Ну, разница. Тот номер должен стоить не 700 гривен. Тот номер явно должен стоить гривен 500, ну, максимум. Но не 700. 650. Да, здравая политика. Фен. Тоже. И тут шампуньки. Это мое. Не. Ну, и отдельная кухня, где вы можете... Понятно, что здесь есть столовая. Ну, если вы хотите... Если вы хотите приготовить себе... Да и тут потеряться можно. Кстати, чайник не вырубается. Вот. Ну, я посмотрю. Я посмотрю. Я посмотрю, какие столы. О! Ну, такие тяжелые. Короче, это железо. Столы тяжелые. Ну, металл, арматура. Вот, что-то тут, наверное, там... Ничего. Дизайн какой-то. Угу. Кожаные. Ну, по идее, это кожа. Я так думаю, вряд ли это будет заменить. Ну, тяжелые такие. Если уже такая штука, то, конечно... Ну, и главное вот что. Чайник есть. В данном случае, за которым нужно нам следить. Угу. Чашки. Кран. Горячая вода, холодная. Чашки. Тут, кстати, даже вилки, ложечки. У нас там многое проблемы случилось. Кофе хотели попить, да? Там не было ложек. Дощечка есть. Холодильник уже большой с морозилкой. Мусор. Мусорное. Ведро. Тут это я уже пустая. Микроволновка. Все, что нужно. Все есть. Захотел. Пришел. Что захотел. Приготовил. Плиты. Плиты, правда, нет. Ну, кто такой. Ну, а если вдруг я захочу. Сейчас поедем завтра на рыбалку рыбу нажарить. Угу. Раз, а тут нет. Ну, рыбу можно нажарить и там. Это я купила. Я люблю кошку покупать, пробовать. Сказали. Львивская. Львивская кава. Сказали вкусная. Снял я москитную сетку. Поставил. Вот. Буду выглядывать в окно. Гладилка есть. Утюг. Ну, семейный вариант. Семейный вариант. Потому, что имеется даже вот в коридоре. Детская кроватка. Семейный вариант. Берете, вставите в номере. Приезжать семьей. Все рассчитано. Даже на вариант с маленькими детьми. Здесь надо дополнительная уборка. Вот написано. Угу. И такая вот. Балкончик такой. Небольшой. Ну, все равно есть. Выходишь. Угу. Хоть вид здесь и не очень. Расположение такое. Ну, что в сторону норманды. Туда куда денешься. Ну, кому курить. Кому курить. Кто курит. Кто курит. Можно выходить курить. Так, муха давай. А это что за конструкция? Ты что не знаешь? Не знаю. Переоделся. Вещи, которые уже одевал. Чтобы в шкаф не складывать. Аккуратненько повесил. А вместо стула бросать вещи? Да. Тоже классно. Да. Как ты оценишь по чистоте? По порядку? Чисто. Из 5 баллов на 4 с плюсом? Ну, да. На 4 с плюсом. Убирается и в том номере чисто было. Все чисто. Все помытое. Все чисто. Здесь тоже все чисто. Мы не будем сильно проверять. Ну, нюансы есть. По крайней мере, я видел нюансы. Поэтому из 5 4 с плюсом. Ну, а так приятно. Находиться и в данном номере, и в гостинице. Кому нужен такой номер, то можно выбирать такой номер. Не пожалеете. Кому подходит такой вариант, как прежде мы показывали. Перед этим. То можно, конечно, и тот вариант. Не намного дороже. Не намного дороже. Кошмар. Ты что, всю пачку порошка высыпал? Да. Надо же было оставить мне постирать хоть носки. Тут потом постираешься. Будешь купаться после меня? Постирайся. Залезай. Тут классно. Ну, вот и все. Обзор отеля подходит к концу. Как тебе понравилось? Конечно. А как может не нравится? Ну, мне тоже. На сегодня все. И всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...